На Средней Турском месторождении «Газпромнефть» в Ноябрьскнефтегаза введена в эксплуатацию горизонтальная скважина. Её глубина по стволу составила 3430 метров, в том числе горизонтального участка 575 метров. Обновление геологических и гидродинамических моделей, а также анализ текущего состояния разработки этого куста позволили подтвердить продуктивность скважины. Напомним, Средней Турское месторождение, расположенное в 45 километрах от Ноябрьска, открыла в 1990 году ноябрьская геолого-разведочная экспедиция. Оно примечательно тем, что имеет многопластовую сложнопостроенную структуру, а его запасы считаются трудноизвлекаемыми. Месторождение ввели в промышленную разработку в 1993 году. На сегодняшний день общий фонд действующих скважин этого месторождения составляет 185 единиц. Газпром намерен начать строительство пяти газопроводов в Ненецком автономном округе. Об этом стало известно во время заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На совещании обсуждалась программа газификации регионов, в соответствии с которой на 2016 год предусмотрено начало масштабного строительства в Ненецком округе пяти газопроводов. Объем инвестиций в этом году составит 200 миллионов рублей. По словам начальника управления стратегического и корпоративного развития «Газпром Межрегионгаз» Евгения Карпеля, речь идет о строительстве межпоселковых газопроводов Оксина-Хангурей-Каменка, Великовисочная-Тошвиска с отводом на Челина, Великовисочная-Коткина, Наринмар-Устье-Оксина с отводом на Пылемец и Пылемец-Великовисочная с отводом на Лабужское. Проектно-изыскательные работы по первым трем газопроводам должны завершиться во втором квартале 2016 года. По данным «Газпром Межрегионгаза», уровень газификации региона на 1 января 2016 года составляет 92,1%. Однако, если в Наринмаре и поселке Искатели достиг 99,6%, в сельской местности это всего лишь 12,7%. В марте-апреле 2016 года спецназ воздушно-десантных войск России проведет высадку в Арктике. Уже запланировано приземление на дрейфующую льдину. Военные используют модернизированную управляемую парашютную систему «Арбалет-2», созданную для разведывательных подразделений и спецназа ВДВ. Сейчас завершаются испытания этой системы с кислородным оборудованием, которое позволит высаживать дистанцию с высоты до 8 км. «Арбалет-2» предназначен для безопасного выполнения прыжков при полетной массе парашютиста со снаряжением до 150 кг и на скорости воздушного судна до 350 км в час. Использовать его можно при температурах от минус 35 до плюс 35 градусов по Цельсию. Отметим, первая в истории России массовая высадка десанта в Арктике была проведена весной 2014 года. Тогда на острове Котельный архипелага Новосибирские острова был высажен батальон 98-й воздушно-десантной дивизии численностью 350 человек. Перечень продовольствия для военных в Арктике пополнился почти на 200 наименований. Основной объем предоставляемого на острова продовольствия составляют свежие и свежемороженные продукты. Это фрукты и овощи, а также кисломолочная продукция – йогурт и кефир. Мясная группа включает говядину и свинину, потрошенных замороженных кур, мясные и говяжьи субпродукты, сырокопченую колбасу и другие консервы. На острова Арктической зоны пища готовится штатными поварами. Столовые оснащены самым современным оборудованием, что позволяет готовить любые блюда. При планировании питания в первую очередь учитываются пожелания военнослужащих. Особенностью арктических столовых является то, что для их посещения не нужно выходить на улицу. Сходить на обед или ужин можно через административно-жилые комплексы. В столице России планируется создание музея полярных исследований. Об этом сообщил представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Челенгаров. Известный полярник уточнил, скорее всего, новая выставочная площадка будет открыта за счет расширения Мемориального музея знаменитого светского путешественника Юрия Сенкевича. В Москве на площадке Центрального дома художника пройдет День коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России. Посетители выставки смогут пройти обряд очищения и северный обряд улгани с повязыванием лент желаний. Также участников ждут мастер-классы по северной росписи керамики, резьбе по кости и дереву, обработке и изготовлению изделий из рыбьи, кожи и бересты, бисероплетению и северной хореографии. Развлекательную программу проведут фольклорные коллективы и театр-студия «Северное сияние». Самых юных любителей Севера ждет культурно-просветительская программа «Белый медвежонок и его друзья». Дети совершат увлекательное путешествие в Арктику и познакомятся с белым медвежонком. В завершение праздника запланирован «Круговой северный танец» и их хор вместе с гостями. В Московском государственном институте международных отношений открылась Московская молодежная международная модель Арктического совета. Среди участников международной модели – представители Министерства иностранных дел России, Министерства энергетики, МЧС, секретариата Арктического совета, компании «Роснефть» и другие. В совете участвуют студенты 20 российских вузов и представители США, Канады, Норвегии, Дании, Финляндии, интересующиеся проблемами развития Арктики. В Новосибирском государственном университете начала работу лаборатория геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики. Ученые занимаются геотектоническими реконструкциями. С помощью палеомагнитных данных пытаются восстановить взаимное положение древних континентов и океанов. Конечная цель исследований – восстановить облик Арктики, существовавшей сотни миллионов лет назад. Большую часть новой лаборатории занимает специальная клетка. Внутри нее находится главная измерительная часть криогенного магнитометра и управляющий всей системой компьютер. Все это необходимо для точных измерений ряда характеристик древнего геомагнитного поля, записанных в горных породах. Для работы ученые используют образцы, собранные в Арктике во время полевых сезонов. Результаты этих работ могут быть использованы для реконструкции и формирования осадочных бассейнов, в том числе нефтегазоносных. Во всем мире насчитывается около 160 таких установок, а в России насчитывается только 4 подобных прибора – в Москве, Хабаровске, Центральном музее геологии в Новосибирске и теперь в Новосибирском государственном университете. В Ямало-Ненецком автономном округе планируют создать Сынско-Вайкарский природный заказник. Общая площадь будущей особо охраняемой территории составит более 290 тысяч гектар и охватит бассейны рек Сыня и Танью. Именно там нерестятся стада сеговых рыб – чир, пелядь и пыжьян. В настоящее время проводятся общественные слушания по материалам комплексного экологического обследования территорий. Сегодня в округе 13 особо охраняемых природных территорий, из которых 5 имеют статус федерального значения, 8 – регионального. В 2014 году был создан Полярно-Уральский природный парк. На его территории находятся многолетние снежники и многочисленные памятники природы. Кроме того, парк можно использовать для эколого-просветительской деятельности. В честь Дня родного языка и письменности в Якутии прошел диктант на якутском языке. Организатор образовательной акции – Национальная библиотека Республики Сахая-Якутия и Институт языка и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Текст диктанта был выбран из рассказов Василия Сыромятникова и Чингиза Этматова. Читали диктант преподавателей Института языка и культуры Северо-Восточного федерального университета. Участниками акции стали около 300 человек. Результаты будут известны 19 февраля. Всем участникам вручат сертификаты. Отметим, в Якутии День родного языка отмечают 13 февраля. В этот день родился Семен Новгородов, первый ученый-лингвист народа Саха, выдающийся просветитель, основоположник якутской письменности, автор первых учебников на якутском языке. Дочерняя компания «Роснефть» и акционерное общество «Ванкорнефть» оказала помощь в реставрации и доставке скелета мамонта Жени в Таймырский краеведческий музей. В результате проведенных исследований ученые зоологического музея РАН обнаружили на бивне мамонта и в основании хобота следы орудий охоты. Был сделан сенсационный вывод – первобытные люди, вероятно, заселили Арктическую Сибирь примерно 45 тысяч лет назад. Ранее было принято считать, что эта цифра равна 80 тысячам. Все расходы на реставрацию и доставку уникального артефакта мировой палеонтологии в городе Дудинка взяла на себя в «Анкорнефть». Теперь чучело мамонта Жени можно увидеть в экспозиции «Мамонты возвращаются», которая открылась в Таймырском краеведческом музее.